У нас праздники Господни. Аминь. И сегодня я хотел поговорить именно о праздниках Господних, где о них написано праздники, или это вообще и Господни, или еврейские. И я просто, для тех, кто не знает, почему я об этом говорил, где-то полторы лет назад, я получал откровение Господа, которое звучало так. «Учи об Израиле». Я спросил Бога, как бы, а кого учить-то, собственно, об Израиле? Израильтян, что ли, учить об Израиле? Что они еще об Израиле не знают? И Бог так промолчал, но буквально год назад, чуть меньше, чем год назад, нам позвонил один из наших друзей нашей общины, зовут его Анатолий Хан. Слышали про него, да? Кто не слышал, у вас будет возможность с ним познакомиться. Третьего числа он прилетает в Израиль аж на месяц. Это один из помазанных пророков Божьих, которые путешествуют сегодня по всему миру и проповедуют об Израиле, о важности Израиля в программе «Спасение Бога». И он привез сюда несколько групп, и сейчас привозят еще группы, которые приезжают сюда специально для того, они получили новые откровения. Раньше они думали, что Израиль – это дело давно минут шесть дней, предание старины глубокого, и вообще это непонятное государство, существующее на Ближнем Востоке, углекающее весь арабский мир. Но они получили новые откровения, и они приезжают сюда для того, чтобы познакомиться с тем, что такое Израиль. И вот как-то так вот Господь расположил их сердца, чтобы они приехали сюда, и я учил их о праздниках Господних. И сегодня я с вами поделюсь частью этого учения. Не бойтесь, я вас не задержу каких-то на восемь часов семинаров. Мы с вами через час закончим, потому что я буду разговаривать только о трех праздниках. Давайте с вами обратимся к Божьему календарю. Я не знаю, кому видно, кому не видно, я постараюсь, чтобы было видно. И расположим этот календарь на таком циферблате праздников. Давайте вспомним, с какого месяца у нас начинается Божий год. Нету в Божьем календаре месяца апреля, я очень извиняюсь. Месяца Ниссана, совершенно верно. Первого Ниссана у нас начинается Божий год. И что у нас, с чем он знаменит, этот месяц Ниссан? Песох, да? Давайте вспоминать, в какой день месяца Ниссана у нас Песох? В 14-й, аллилуйя. У нас подкованный народ. В 14-й день месяца Ниссана у нас праздник Песох. Сколько дней длится праздник Песох? 7 дней. 7 дней длится праздник Песох, соответственно, он заканчивается в 21-й день месяца Ниссана. Потом у нас есть что? Пятидесятница. Пока нет такого праздника, среди Господних праздников. Шавуа, совершенно верно. Он у нас находится здесь, и называется он Пятидесятницей. Почему? Потому что 49 дней отсчитано. 49 дней у нас отсчитано, называется Шавуа. Следующий праздник у нас какой? Вот здесь у многих возникает вопрос. Потому что там целое лето напичкано разными израильскими праздниками, о которых в Библии ничего не написано. Но мы почему-то их здесь, в Израиле, активно празднуем. И поэтому, когда я разговариваю с людьми о праздниках Господних, я всегда говорю о том, что есть два вида праздника, которые сегодня празднуются здесь, на Святой Земле. Первый вид – это праздники Господних. Их немного. И второй вид – это праздники какие? Еврейские. Еврейские праздники, которых много. И какие из них праздновать? Потому что во многих церквях спрашивают, а праздновать ли нам еврейские праздники? Праздновать ли нам вообще? Что-то, знаете, как у евреев есть, что, знаете, чтобы голову не морочить, лучше не делать. И во многих церквях приняли решение просто не праздновать праздники. Вообще никакие. Но дело в том, что мы сейчас с вами об этом поговорим. Бог хочет, чтобы мы эти праздники праздновали. Итак, давайте посмотрим, какие у нас праздники дальше. Ты мне принес чай? Да. Шоколадку? И шесть миллионов долларов? Это тоже, да, поднесет? Хорошо. Итак, следующий праздник на шкале праздников Господних у нас называется праздник трубник. Помните? Йом-труа. Окей? Следующий праздник какой? Йом-ки-пур. Окей? Йом-ки-пур. Следующий праздник? Сухот. Сколько дней длится праздник Сухот? Следующий праздник у нас какой? Новый год тут подсказано. Ханука, да? Круто. Следующий праздник у нас Песок. Угу. Так в Библии написано. Больше нет праздников Господних. Вот они. Больше их нет. Все остальное – это праздники еврейские. Большинство из них, к сожалению, привезены из Бавилона, и они абсолютно никакого отношения к Богу не имеют. Все праздники языческие. Мы о них сегодня говорить не будем. И сконцентрируемся с вами сегодня вот на этих трех праздниках. Первые мы сказали, что это три. Это один и тот же. Это один и тот же праздник. Сухот. Ну давайте. Это у нас Йом-Труа. Да. Йом-Труа. Это у нас Йом-Кипур. Йом-Кипур по-русски говорю. Это у нас Сухот по-русски говорю. Пишу на еврейском, я говорю по-русски. Обратите внимание. Пишу на еврейском буквы. По-русски еврейскими буквами просто. И здесь тоже Сухот последний. Русский почти весь состоит из еврейских букв. О чем я говорю? Богдан. Господь благословительный. Тогда шесть миллионов донесешь. Окей. Теперь давайте обратимся с вами к Писанию. Посмеялись? Хорошо. Давайте обратимся с вами к Писанию. Двадцатретья глава книги Левиц. Это Ветхий Завет. Пятикнижие Моисея. Если кто не знает, у кого нормальная Библия. Сто тридцать первая страница Ветхого Завета. Смотрите, что здесь написано. Мы прочитаем сегодня много Писаний. Знаете, в некоторых церквях я слышал, так говоря, сегодня. А сейчас мы прервем наше поклонение Господу и почитаем немного Писания. А читать Писание – это не поклонение Господу? Вот давайте с вами поклонимся к Господу и прочитаем немножко Писания. И сказал Господь Моисею, с первого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которых должно созываться священное собрание. Вот праздники чьи? Мои». У вас тоже «Мои» написано? Кто говорит? Бог говорит. То есть Он здесь в этой главе нам перечисляет все праздники. Давайте сразу перенесемся к 23-й стиху, потому что там все, что говорит Господь, Он говорит об этих праздниках и о субботе. Мы перенесемся сразу к 23-му стиху написать. «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, это мы любим, и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». «Никакого дела не делайте». Слушайте, понимаете, почему евреи взяли эти праздники себе? «В день сей, ибо это есть день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа, Бога вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа сего. А если какая душа будет делать какое-нибудь дело в этот сей день, я истреблю душу ту из народа ее». «Никакого дела не делайте, это постановление вечное». «Вечное». «Это не прервалось со смертью и воскресением Иисуса Христа». «Это радует». «Ничего не делать, постановление вечное, это радует». «Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца до вечера, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажется нам, Израиле, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца, праздник Кущи, семь дней Господу, в первый день священное собрание, и вы работы не работаете по традиции, в течение семи дней приносите жертву Господу, и в восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу, это отдание праздника, и никакой работы не работаете. Вот праздники Господних, которые должны созываться священное собрание, чтобы приносить жертву Господу, и все сожжения, и хребные приношения, и заклаиванные жертвы, и вознияние каждый в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, кроме всего, приносимо вам по усердию вашему, что вы даете Господу». Смотрите, какие у нас повторяющиеся моменты в этот день, в эти дни. Во-первых, начнем с самого начала. Вернемся с вами ко второму стеклу, 23 главы, и здесь написано последние фразы, написано «Вот праздники мои». Но мы с вами читаем, как любят многие говорить, «синодальный перевод». «Синодальный». Окей? И по-русски, видимо, нельзя было так сказать, но на Еврите написано «Элум Муадай». «Это не это праздники мои, а это периоды мои». То есть Бог поделил вот этот самый наш календарь на периоды. И Он рассказывает в 23 главе, как мы должны себя вести на все периоды этого года. И я хочу сейчас об этом подробнее поговорить, потому что если мы не поймем, для чего Бог разместил в седьмом месяце праздник Суккот, почему именно в Суккот мы должны в Пущих следить именно в седьмом месяце? И почему в следующий раз после праздника Суккот у нас следующий праздник только в Песхе? Я хочу вам напомнить, что события книги «Левит» происходили в каком месте? В пустыне, совершенно верно. После чего? После исхода евреев из Египта. Прежде мы с вами читаем еще книгу, начиная с книги «Исход» о том, что Бог говорит нам «Вот это делайте, а это не делайте». Помните, да? 613 заповедей. Исходя из того, что там написано, особенно то, что нужно не делать, мы понимаем, что все это евреи делали в Египте. Для них это было нормально. Соответственно, евреи привыкли к определенному укладу жизни. Но дело в том, что по этому календарю, а календарь еврейский, он какой? Солнечный? Лунный. Чем отличается лунный календарь от солнечного? А? Там всегда сколько дней? 30. То есть сколько дней всегда в еврейском годе? 360. Все на предвещи считать. 360. Сегодняшний еврейский календарь отличается сильно от того календаря, по которому Господь распределял свои праздники. И Господь нам распределил их именно потому, чтобы мы в течение года делали определенные вещи, о которых Он здесь говорит, но сегодня, к сожалению, у нас нету много времени. Возможно, где-то к Песоху мы вернемся в этом разговоре. Но сейчас мы говорим о завершении года. Это седьмой месяц. И представьте себе, давайте разобьем сейчас этот циферблат на четыре части. Известные нам. Первая часть – это зима. Зима. Крестьяне торжествую, помните? Зима. Следующая часть – это весна. Следующая часть – это лето. И следующая – осень. Если вы когда-нибудь жили в Советском Союзе, ну, кто-то из вас, вдруг, то вы, наверное, помните, что зимой у нас обычно было холодно. Там. Здесь-то нет, конечно. Я помню, 13 января купались в Красном море. Сейчас холодно, да, по ночам уже. Холодно. Лежит снег. Ну, я просто, чтобы вам понятнее было, тем, кто из Советского Союза. Да, те, кто знают, что такое снег. Есть, кто не знает, что такое снег? Дети знают по рассказам старших. Так вот, снег. Все поля под толстенным слоем снега. Да? Ничего не собрать, ничего не всполот там, ничего нельзя. Есть какие-то азильные. Есть такие сортапши. Азильные. Их никто никогда не видел. Но они есть. И что мы делаем на протяжении всей зимы с вами? Мы едим то, что заготовили летом и осенью. Правильно? Кто помнит этот вот период праздников семейных, когда кухня превращалась в фабрику по заготовке консервов? Есть такие? Hello. Welcome to the club. Так вот, мы всю зиму едим то, что приготовили осенью и летом. Потом наступает весна. Весной очень тяжело выходить из этой спячки. Вот представьте, даже медведь, он когда выходит из спячки, он злой. Уже не говоря про человека. Медведь-то один раз выходит из спячки. За год. А мы-то каждый день. Я вот детей бужу по утрам. По-моему, легче медведя. Разбудить. Безопасней. Почему я вспомнил про злого медведя? Что такое злого? Какое чувство, какую эмоцию это отражает? Состояние, вернее, какое. Гнев. Да? А написано в Писании, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Соответственно, когда мы просыпаемся от вот этого вот привычного, у нас уже все есть, все заготовлено, все хорошо. Консервы стоят, банки закручены, варенье чуть-чуть подплесневело, ну, неважно, соберем плесень, съедим. Окей? Там у кого-то там картошки полный подвал, все хорошо, все, мы уже привыкли к этому. Потому что вот, что, надо картошки, спустился в подвал, не надо на рынок ходить, там, в огород, там еще. Спустился в подвал, достал, поел. Не? Классно, да? Приходит весна, все это заканчивается. И надо что-то уже делать, чтобы в следующей зиму было что покушать. Помните, какую первую фразу сказали евреи, когда вышли из Египта? И сказали, куда ты завел нас, Сусанин, герой? Там мы, говорит, на кастрюле с мясом сидели. Так написано. Аль-Сир-Басар-Яшаву написано. На югрице. На русском языке. А ты нас привел в пустыню, заставил нести эти кастрюли с не списшим хлебом. И что мы тут, по-твоему, должны есть теперь? Правильно, я лос и навод. На Моисея. Потому что кушать-то было нечего. Привыкли. Привыкли. В подвал спустился, поел. Банышку открыл, огурчики, помидорчики, консервы. Что там еще мариновали на земле? Да? И именно весной, вот в этот период жизни, Бог выводит нас из Египта этого. Он выводит нас из Египта, когда Он говорит, встаньте, выйдите, начнете делать что-нибудь. Поменяйте свою ситуацию сидения возле русской печки на ситуацию, что вам нужно выйти и что-то сделать, чтобы в следующем году было чего поесть. А еще Он говорит, принесите мне жертву из всего этого. Я посмотрю, насколько добросовестно вы трудились. И вот все это время выхода из Египта, всю весну, мы готовимся к началу лета. Начало лета у нас праздник Шивот. Это праздник первой жертвы. Мы приносим первую жертву. И в эту первую жертву Господь смотрит, насколько мы серьезно отнеслись к тому, что будет дальше. Смотрите, что происходит. Весна. Все пробуждается. Все классно. Все цветет само по себе. Природа сама по себе расцветает. Нам же не надо предполагать усилия, чтобы на деревьях распустились почки. Согласны? Или кто-то колдовал Господь? Не надо, да? Оно само. Потому что так Господь придумал. И когда Он это все придумывал, Он подразумевал, что часть дела будет сделана им, но какая-то часть должна быть сделана нами. И вот эта малая часть, в которой Бог и хочет, чтобы мы были верными, она принадлежит нам. Нам нужно просто пройти. Первое повеление Адаму и Евы какое было? Идите и обрабатывайте сад. Ухаживайте за ним. Нам нужно поухаживать. И верный в малом будет верен и в большом. Согласны? Не? И вот. Приходит праздник плодов. Мы показываем Богу свои первые плоды нашего труда. Называются эти плоды на иврите бекурим. Первые плоды. Окей, я по-русски говорю. Бекурим. Да? А дальше, смотрите, лето. Чем характеризуется лето? Жарой. Жаждой. Нет воды. Да? Нужно добивать. Если весной у нас еще там тает снег, течет дождь. Помните? Ну, не у всех. Ну, было. Да? У кого-то там какие-то там, ну, эти реки разливаются. Да? Наводнение. Да? Все хорошо. По летам приходит жара. Палящее солнце. Да? Потом. Мы еще знаем из притчи знаменитой, которую нам рассказал Иисус, что прилетают птицы и клюют. Вот прям прилетают и клюют. Нам с этим что-то надо делать? Мы, если раньше просто ходили и обрабатывали поля, то теперь нужно еще и птиц отгонять. Нам нужно еще ухаживать, чтобы сорняки не заполонили. Шорняки почему-то растут быстрее, чем что-то с кормленным. Почему-то. Ни кто не знает почему. Ничего, они до сих пор бьются над этой тайной. Но я шучу, конечно. И вот мы в поте лица своего, в эту жару, работаем на поле. Работаем, работаем. И мы привыкли работать, 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 работать. Суета. Давай, утром встали, пошли, корову подоили, в поле пошли, там, пришли, там, что-то поели, отдохнули. Опять на работу, опять коровы, опять дети, опять тот. И так все лето. Помните? Или я что-то неправду говорю сейчас? Так, да? И Бог говорит. Придет день, и затрубят трубы. В 86-й псалом написано. Блажен народ, знающий трубный зог. Трубный зог бывает разным. Бывает зог на войну. Бывает тревога. Бывает сбор. Бывает на священное собрание. Написано. Блажен народ, который знает зов трубный. Который знает, куда ему нужно прийти. Что тут написано? У нас 23-я глава про зов трубный. Там написано, что должны прийти, куда? Написано. На священное собрание. Да будет у вас покой. То есть надо выдохнуть. Сесть и в покое, в торжественном собрании под трубный зог. И с этого момента нужно задуматься, ради кого мы все это делаем. Давайте с вами откроем книгу пророка Захарии. Это такой известный мессианский пророк, который пророчествовал нам о приходе Мессии. И здесь очень интересное место есть такое. Это 7-я глава. Я напомню сюжет. В Иерусалим прислали послов к священникам и пророкам, чтобы спросить. Что спросить? И спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря. Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я это делал уже много лет? Видите, что написано? И было ко мне слово Господа Саваофа. «Скажи всему народу и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете? Не для себя ли вы едите и не для себя пьете? О чем он говорит? Какой пятый месяц? Что там было у нас? Разрушение храма. Всю-то здесь оно не упомянуто, правда, в 23-й главе Левит? Храма еще не было в этот момент. Ну да ладно. Девятый ава. Все слышали такой день? Девятый день месяца ава. Это дата разрушения первого и второго храма. Так вот, здесь написано, что спрашивали поститься. Нужно ли поститься в пятом месяце, в седьмом? Пятый месяц у нас что за пост? Девятый ава. Откуда он взялся, этот пост? Из вавилонского изгнания. В Вавилоне 70 лет люди постились для того, чтобы, вернее, потому, что был разрушен храм. И плакали. А про седьмой месяц о чем идет речь? В каком дне? В Йом-Кипур. Потому что в те дни народ постился. Почему постился? Священник мог зайти в святая святых только один раз в году. Помните, да? И когда он туда заходил, никто не знал, что выйдет он тут живой или не выйдет. А для чего он туда заходил? Вы знаете? Для того, чтобы окропить кровью ковчег завета. Привезти жертву туда. Прежде чем туда зайти, ему нужно было привезти жертву сначала за себя. А потом за весь народ. И когда он-то заходил, его веревкой привязывали, что если он там умрет, что вытащить можно было. Он заходил туда, и никто не знал, вернется он оттуда. Он заходил туда на целый день. И он постился, он был в посте. И народ постился с ним. Не потому, что нужно было поститься, а в знак солидарности. Народ уходил в пост. И последняя трапеза перед этим постом для народа была последней трапезой. Потому что они не знали, они вообще выживут после этого или нет. Бог принять жертву за их грех или нет. Традиция сохранилась до сих пор. Люди едят, она называется на юридите Аухамов Секет, то есть завершающая трапеза. И она у них торжественная. Перед каждым постом есть завершающая трапеза. Перед каждым, почему-то именно это ей придается огромное значение. Потому что фактически это может быть твой последний ужин в своей жизни. Знаете, насколько люди боялись Бога тогда? И там висела красная ниточка в храме, веревочка такая, которая после того, как Бог принимал жертву, становилась белой. В тридцатом году первого тысячелетия она перестала становиться белой. И Бог больше не принимал ни одну жертву, которая была принесена в храме, хотя храм приставал после этого еще сорок лет. Все помнят, что произошло в тридцатом году. Так вот, Йом-Кипур, или Судный день, или День искупления, или Суббота смирения, или Суббота очищения душ, она должна была явиться пиком. Если мы с вами рассматриваем кривую вот этих праздников, то есть мы идем к празднику от Шавота до Трудного Зова, а потом пик этих праздников, это Йом-Кипур, это Суббота смирения, когда мы должны были смириться перед Богом, получить прощение, потому что приговор тебе уже вынесен, вот здесь твои первые плоды уже принесены. Ты уже понимаешь, что с тобой будет дальше. Ты сам на своей совести держишь то, как ты придешь перед Господом, в какой позиции. Ты будешь делать это халатно, или ты будешь это делать от всего сердца. Будешь верен в это малом. И у тебя есть время апелляции смирить свою душу. Не зря в Библии написано, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Помните такое место, профессионал? Довольный человек не гневается. Не гневается. Если он доволен, он не гневается. Человек, когда просыпается от этой спячки, он недоволен. Его ростом машины. Ну, до этого было хорошо, удобно. На кастрюле с мясом. А тут его подняли. Иди работай. Иди на Ниву Божью работай. Обратите внимание, с чем связывает наше христианское поведение Иисус. Он говорит, не вы побелели. Он говорит, молите, господи, на жатвы, чтобы выкнул делатели. Куда? Не на завод. На жатву. Потому что все в еврейской традиции крутится вокруг жатвы. Есть сенье, есть жатва. И когда мы приходим вот к этому трубному празднику, Бог трубит трубы и говорит, алло, остановитесь. Вы достаточно в суете. Вы достаточно уже попытались исправить ситуацию. Успокойтесь. Написано, священное собрание добудет у вас. Никакой работы не делайте. Что значит, никакой работы не делайте? Очень многие заблуждаются. Мне надо сесть, шнурки я завязывать не буду. Буду сидеть, ничего не делаю. Вот потолок, вот я, будем разговаривать. Слово работа и слово покой в Писании описываются очень четко. Слово работа – это все, чем мы занимаемся с первого по шестой день. Если ваш выходной – это когда вы стираете, готовите, и вы гладите белье на всю будущую неделю, то вы нарушаете заповедь, которая называется «Чти день в субботник». Вот все, что мы делаем в течение шести дней, мы должны завершить в течение шести дней. Написано «Суббота кому? Господу». То же самое и здесь. Когда Бог говорит о покое, Он говорит «Это мой день». Все, что связано с покоем, говорит «Это мое. Я ввожу в покой». И многие люди думают «Да я успею успокоиться». Да успею, нормально все. Успеем. Но Бог знал, с кем Он имеет дело. Поэтому Он целое послание написал к нам, к евреям. Открываем, пожалуйста, седьмую главу. Послание к евреям. Нет, не седьмую, простите, четвертую. Здесь написано с первого стиха. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще останется обетование войти в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим». Бог говорит «Я созываю на священные собрания, их всего-то раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь». Семь священных собраний в год. Кроме суббот. Кроме суббот. Цифра семь – это число Божьей полноты. Мы все это знаем. Он говорит «Всего семь раз в году». И первый раз после вашей суеты, после вашей работы, я вас зову в трубу. Услышьте меня. Придите сюда. Успокойтесь. Успокойтесь. Кроме каждой субботы еще один день успокоиться. Это мой день. Я хочу понять, вы слышите мой голос в трубу или нет. И если мы слышим, мы придем сюда и начнем задумываться, что всего через семь дней. Что такое семь дней по сравнению с тринадцатами шестьдесят? Секунда. Мы должны готовить свои души к смирению, потому что вот здесь день искупления. Бог в этот день очистит наши души. От чего? От грехов? Нет. От всего, что мешает ему ввести нас в покой. И именно поэтому после въемки пуга, то есть после судного дня, у нас есть несколько дней для того, чтобы войти в следующий праздник, который называется Суккот. Бог не вывел евреев из Египта и не поселил их сразу в Шалашин. Он водил их некоторое время, он проверял, что с ними. Слышат они Бога, не слышат они Бога. Помните, в самом начале, когда он сказал, «Я пошлю ангела своего, смотри, не огорчай его». То есть ангел должен лучше это говорить народу. А Моисей сказал, «Нет, ты не пойдешь, я не пойду». Потому что я хочу, чтобы не ангел говорил со мной, а ты. Мы должны были слушать голос трублей еще с тех самых времен. И жить в кущах там, смиряться в смирении. И радоваться перед Господом. Где? Во дворцах? В кущах. Вот мы с вами читали. Тут даже описание есть, что нужно взять с собой, какие растения и как радоваться перед Господом. В кущах с травкой в руках. В вербу, там, пальму и иву. И с ней радоваться. В кущах. Это не те кущи, которые сегодня у нас продаются здесь, в железной такой оправе. Там готовый уже бамбук кошерный. Да, вы не знали? Схах называется. То есть крыша на суху должна быть кошерная. Там стоит печать. Бодать. Да. Вы не знали? Вы за это пластвуете 400 шекер. Так вот он стоит шекере 50, а печать еще 350. Без этого нельзя. Радость будет ваша несовершенна. Лимончик. Я очень вам рекомендую, господа, кто называет это растение лимончиком, посмотреть фильм, который называется «Ушпизин». Самое время сейчас. Посмотрите фильм «Ушпизин», и вы навсегда перестанете называть это лимончиком. Очень рекомендую. Так вот. Бог, смотрите, что делает. Он испытывает наши сердца на способность нашу радоваться в кущах. Он говорит, приходите и аж целую неделю кушайте в кущах, спите в кущах, радуйтесь в кущах, сидите, общайтесь, и торжественное собрание проводите. Где? В кущах. Вот я-то на вас посмотрю. А? Да, почему не в кущах? Кстати, службы порядка. Где службы порядка? В кущах? Где? В кущах? Нет, пересыпьте из одного ведра в другое, пустите еще раз, по 20 человек сейчас собираем, кущу купим. Серьезно. Давайте, давайте, по 20 шекелей на кущу сбросим, кошерную, конечно. У нас вот здесь будет стоять куща, будем каждый день приходить и радоваться здесь. Давай, кто у нас? Кто? Игорь, где ты? Сделай, пожалуйста. Одно ведерко освободи, пройдись еще раз, пожалуйста. По 20 шекелей все готовы принести. Я серьезно. Я серьезно. Нет, кто-то не верит, что ли? Все полезли в кошелек, ну, реально. Пройдитесь, пройдитесь по залу, я пока продолжу. Кстати, вы придете в воскресенье на торжественное собрание, здесь куща стоит, кошерная. Аллилуйя. Так вот, написано, что каждое начало и каждый конец любого праздника Господнего должен заканчиваться торжественным, на кущу туда, 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 на кущу туда. Должен заканчиваться торжественным собранием. Аминь. Начинать и заканчиваться. Для чего? Смотрите, что происходит дальше. У нас с окончания праздника Суккот до Песоха нет ни одного праздника. Почему? Потому что зима. Зима. А теперь давайте перенесем все, что я рассказал, на нашу жизнь крестьянина. Когда-то мы все были рабами греха. И как и всякая прочая тварь, стинали и мучились в ожидании... Вот там еще хотят очень много пожертвовать на кущу. Вон там еще... Не прекращай ходить по залу просто. Ходи. Все время ходи по залу. Все время ходи по залу. У нас такая куща будет здесь. Ты что? Так вот. Мы с вами когда-то были рабами греха. Мы были в рабстве. У нас была зима такая. Мы стинали и мучились в ожидании откровений сынов Божьих. Помните такое время? Или все родились верующими? Это корзинка с пожина. А та на кущи. Так вот. Не все родились верующими? Кто-то родился верующим здесь? Все были когда-то рабами греха. Аминь. Пришел человек в нашу жизнь, который нам дал откровение. То есть Сын Божий пришел к нам и дал откровение о том, что можно не жить в рабстве. Обратите внимание. Многие из нас говорят. Не, ну я не совсем в рабстве жил как бы. Ну у меня там все было хорошо. Там бизнесы, экипажи, яхты, рауты, вояжи. Покаялся и всего этого не стало. Продал имущество свое, раздал беду. Ну такие тоже бывают. Я хочу напомнить вам, что евреи прожили в Египте сколько лет? 400. Из них сколько лет они были в рабстве? 40. И когда они выходили из египетского рабства, мало того, что у них у самих было немеряно богатство и денег нищих евреев видели, они еще постучали с каждым к своему соседу и попросили еще. Знаете, как это? у них столько было золота с собой, что им хватило на то, чтобы отлить золотого тельца, сжечь его, а потом еще построить скинью собрание. Так что если у вас были экипажи не ахтераут и вояжи на покаянии, у вас достаточно золота, чтобы построить скинью собрание. Куча-то тем более. Так вот, пришел кто-то из сынов Божьих и дал нам откровение о спасении. Как когда-то пришел Моисей, принц Египта, бывший. Да? Бывший принц Египта пришел и сказал, ребята, я встретил того, который сказал я тот, который обещал Аврааму, Исхакуу, Якову нас отсюда вывезти. И они за ним пошли. Наступил у нас в жизни Песах. Мы выходим из Египта. Мы каемся, мы принимаем Господа, начинаем жить другой жизнью. Смотрите, что происходит. Евреев в пустыне поставили в очень жесткие рамки. Вот это можно, а это нельзя. Вы думаете, что у Бога не болело сердце, когда нужно было убить того человека, который дрова собирал у всего народа на виду? Конечно, болело. Но он должен был показать, в каких рамках он хочет, чтобы мы жили. Рамки христианина, они удобные? А? Я молодежь спрашиваю, удобные рамки христианина? Нет, неудобные. Если они молодежи неудобные, которые только жить начали, они вообще никаких рамок не видели вообще, то нам-то, выросшим в Советском Союзе, где шаг вправо, шаг влево, такой-то, как бегство, прыжок, провокация, расстрел на месте. А нам еще большие рамки. Представляете? И нам, как и евреям, тяжело. Тяжело. Жизнь христианина, она жизнь нелегкая, она невозможна. Она просто невозможна. Потому что нужно благословлять проклинающих, любить любовь, попросили рубашку, дай две, попросили за хлебом сходить, два раза сходить, а телевизор, а сериал, а посидеть, а поспать, невозможна жизнь. И Бог выводит нас из этого египетского рабства на протяжении Песоха и говорит, я хочу посмотреть на плоды вашей христианской деятельности. Покажите мне первые плоды. В нашей жизни наступает день Пятидесятницы, что вот, когда Бог просто хочет проверить, на что мы способны, как мы действуем. Вы знаете, Он очень успешно это проверяет. Очень многие христиане, я говорю о себе то же самое и о многих других из вас, первые месяцы своего покаяния евангелизировали толпами. «А где это рвение сейчас? Я и себя спрашиваю об этом? потому что вот здесь вот здесь на день первых плодов не было чего принести. Пять семей покаялся мне. Пять. А вот здесь на праздник поздних плодов по поводу исполнения великого поручения у меня хромает. я вот сейчас принесу Господу отчет о проделанной работе, а говорить-то не о чем. Нет, конечно, я могу сказать слушателю, у меня полтора года молодежное служение, у меня все уже покаянные, раскаянные, перекаянные, на рекаунте почти все были, все служители, все служат. Я не знаю, кто ли это, что хочет от меня Господь в Суккот, в свой Суккот, не в мой, не вот в этот день, который придет через два дня, а в свой Суккот. Этого ли он у меня захочет? Не знаю. Поэтому я не прекращаю действовать. У нас сейчас заканчивается год, наш год деятельности, мы сейчас приносим плоды своей деятельности в Суккот. И я, когда приду, я хочу понимать, что вот зима опять, что я буду делать? Вот здесь у меня одна утильная была, когда я здесь работал, там что-то, может быть, даже евангелизировал. А я евангелизировал, я знаю. Я проповедовал Евангелие, я сеял. Можно, конечно, заняться так, я сейчас буду птиц отгонять, в следующий год я камни уберу, потом дорогу отодвину от поля, а потом посею. Нет, я сеял, да, сеял. Есть плоды у этого? Не знаю. Потому что я стою на местах Писания, которые мне говорят, я посеял, другой пожмет. Тот, кто пожал меня, не сеял в меня. В меня сеяли другие. Но я знаю совершенно точно, что меня сегодня никто не может, ну, я имею в виду, из врагов, да, наших сил, чем-то невестных, прийти и пристыдить. Слушай, у тебя за лето ни одного покаявшегося. Не примет Господь твою жертву. Ложь. Потому что если я сеял, написано, сеющийся слезами прожмет с радостью. И не потому, что я сеял, и мне было так тяжело, я прямо вот, вот прямо внимал, вот так вот и сеял, вот так, и мне тяжело было, и все, и спина болит, и ноги отваливаю. Нет. Сеющийся слезами это тот, кто сеет, а плода не видит. Вот вы знаете, я когда читал свои тренинги по личностному росту, я всегда говорил одну и ту же историю всем, которые говорили, ну я же работаю, а плода-то нет. Я говорю, вы знаете, что такое бамбук? Знаете, что такое бамбук? Ну, растение такое есть. Ну, у кого что, да, вообще-то растение. Растут на дальнем истоке. А в Израиле продают за деньги по две штучки и говорят, если ты поставишь дом, будет счастье. Или что там, деньги, или что еще там. Шасте. Так вот, бамбук выращивают в китайских, там, вьетнамских и других деревнях очень просто. Человек покупает поле и высаживает какие-то там пересемена, пересаженцы, я уже не помню. На глубине, по-моему, 15 сантиметров от земли, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Ну, может быть, не 15, может быть, 17. Я не знаю точно. Я не понимаю. Так вот, он высаживает эти саженцы или семена и в течение долгого времени ухаживает за этим полем, поливает его, грядки разравнивает, чтобы потом появился этот лес. И вот на протяжении этого долгого времени он выходит на это поле, смотрит, а там ничего. Сколько лет он смотрит на это поле, знаете? В зависимости от климата, от 3 до 5 лет смотрит на поле каждое утром выходит, а там ничего. И опять надо пахать, и опять грядки выровнять, и опять полить. Но, когда через 3-5 лет росток пробьется над землей, с этого момента бамбуковый лес растет со скоростью 10 сантиметров в сутки. стоило было пахать 5 лет 10 сантиметров в сутки и обогатиться надо. Мы тоже иногда приходим и сатана, ну вот пастор наш постоянно говорит об этом, о том, что дьявол все время хочет нас на чем-то подловить, в чем-то нас обвинить. Мы очень часто попадаемся на эту удочку. Ну вот я христианин, я все сею, все никто не кается, не кается, не кается. Что я принесу на суппорте? Что я принесу в шалаш? Бог говорит, что праздники эти, постановление какое вечное. Это значит, что наш год сегодня не закончится. Если у меня в этот раз не правослов, значит, нужно еще раз повторить. Но самое главное, когда закончится суппор вот здесь вот, не уйти в спячку такую, чтобы на песах не проснуться. потому что Бог проверяет нас дважды. Первое, когда мы в суете, а второе, когда почили уже, наготовили там. Господь говорит, я все ваши нужды удовлетворю. Написано все, вот я проповедовал, что на его голове все волосы посчитаны. Помните? Были. И сейчас посчитаны. А не в любом случае на учете в детской комнате в улице. Бог говорит, удовлетворю любую вашу нужду, прежде чем вы ее озвучите. Получается, что когда мы приходим к зиме, у Бога все готово, чтобы мы эту зиму пережили. Наша задача понять, что мы будем делать этой зимой. Мы будем сидеть и страдать, ой, как было плохо в прошлом году, еще не выросло, насеяли-сеяли, ничего не появилось. Или все-таки мы будем говорить, Господь, покажи мне, что мне нужно сделать в следующем году, когда мне начнется сеяние, чтобы жатва моя была с радостью. И может быть, это как раз тот период, когда мы не должны сидеть и, называть это, почить на лаврах, что вау, я в этом месяце так насеял, что у меня аж три синии покаялась. А может быть, это тот период, который как раз сейчас вы и проходите, многие из вас здесь, которые ходят в библейскую школу и начинают открывать для себя христианство по-новому. Потому что мы ходим, читаем вот эту замечательную книгу, мне она тоже очень нравится. Здесь хороший, большой текст, не надо ломать глаза, все по главам, в каждой главе написано, о чем тут будет говориться. Это я уже читал, здесь я уже был, это потом почитаем. Это классно все. Но когда приходит практическое христианство, когда нужно, как у вас сейчас происходит, брать на себя посвящение, маленький, брать на себя ответственность, маленький. Но я как-то раз уже здесь говорил об этом, что когда пришел Немия в Иерусалим, он сказал, послушайте, дорогие мои, вы стену здесь не построите, но если каждый возьмет свой участок, то стена будет готова через удельник. И возможно сегодня, то самое время, когда мы на сукок приходим и анализируем себя и говорим, слушай, ну да, я не смог выполнить в этом году великое поручение точками. Не смог. Почему? Не знаю. Потому что, не потому что я плохой проповедник или плохой евангелист, а потому что я, видимо, чего-то не знаю, чего-то не умею, а может быть просто, я не являю Христа, люди не хотят такого Бога, как я. Смотрят на меня и не хотят. И не получается мне его евангелизировать. Так вот, это как раз то самое время, когда мы приходим радоваться сукок. Знаете, что в этот день, когда мы кушали с вами последний раз, это был не последний раз, мы пережили этот день, мы вошли в покой Божий. И Бог принял нашу жертву, потому что хотите вы или не хотите, вы все равно жертвуете в этот день. Жертвуете своим временем, своими финансами, своими, может быть, какими-то планами, может быть, какими-то развлечениями. Жертвуете. И Бог понимает и видит это. Он знал это, конечно, еще до сегодняшнего дня, но Он сегодня видит вашу жертвенность и говорит, окей, я приведу их в свой покой, главное, чтобы они не опоздали. Но я хочу, чтобы они взяли на себя другую ответственность. Не бегать в погреб за картошкой каждый раз, а подумать, что мне сделать лично, чтобы следующая моя зима после следующего суббота стала зимой, в которой я буду пожинать плоды свои в христианстве. Я могу прийти тогда к Богу и сказать с дерзновением, я взял твои пять талантов, отдал их и принес тебе десять. А не услышать в ответ от него, слушай, я никогда не знал тебя. Вот это будет самое страшное. Лучше приумножить то, что есть и вложить в это максимум, чем бояться чего-то не сделать и в конце концов остаться там, где плачет и скрежет зубов по внешнему не хочется. Именно для этого Господь говорит, я проведу вас через эту череду праздников, я выведу вас из рабства греха, я приведу вас к первым плодам, я приведу вас, я дам вам в жатву, я созову вас на торжественное собрание, я посмотрю на ваши плоды, а дальше посмотрим. У Бога все открыто и мы должны благодарить Его каждый день, что в нашей жизни вот эта красная ниточка, она всегда белая, потому что уже была принесена жертва одна, больше не надо, она уже все искупила. вчера здесь был концерт корейских ребят, вы знаете, я посмотрел на их оборудование, ну, нам до такого еще несколько корзинок собирать каждый день. Потом он здесь со сцены говорит, вы знаете, что многие ребята из этих людей, это не из очень хорошей социальной прослойки корейцев, они оставили многие свои работы и когда они вернутся, им нужно будет снова искать работу, но они понимают, что Бог их призвал обоведовать Евангелие. Это та жертва, которую Бог хочет от нас, потому что тогда когда мы верны в малый, Он даст нам большое, и когда мы делаем что-то, отдаем от себя, Бог воздаёт нам такие в два раза больше. Это то, что Бог хочет. Приходите в кущу и радуйтесь, радуйтесь вместе со мной, потому что мы сегодня, не каждый борется сам за себя, а мы одно тело Иисуса Христа, в котором каждый посеет от Мусевича будет участником урожая. Мы все будем участниками урожая, но нам нужно понимать, мы сидим в сторонке и наблюдаем, или сегодня время начать действовать. Мы сидим просто и думаем, а чему мне не получилось, или сегодня время прийти, что мы сделаем, чтобы в следующий раз получилась лучшая. И для этого Бог приводит нас в кущу. Он говорит, да, это простое жилище, но радуйтесь здесь, со мной. Потому что Иисус сказал, а он наш Господь и Бог, он сказал, у лис есть норы, у птиц и гнезды, а у сына человеческого даже камня нет, где Бог украли. И если у него нет, и он сделал столько, а он сказал, что мы сделаем в разы больше. Потому что он нам все уже дал. Все дал. И сегодня в праздник субботно с вами задумывается о том, как мы приведем ближайшую жизнь, как мы совершенствуемся выхода из Египет. И сколько золота, ну, имеется ввиду Слова Божьего и собственного характера, который пасторик постоянно прорывает, мы вынесем отсюда из нашего рабства суеты, уныния, может быть, разочарования, в то царство, которое Бог нас хочет привезти, в ту землю обетованную, в которую Бог нас ведет. Те, кто готов это сделать, как сейчас самое время, приди сюда, это Дом Божий, вы знаете, что он открыл 24-27, дерьмо наш. Бог дал его нам, чтобы мы могли, вы знаете, многие церкви не могут себе этого позволить. Приходить каждый день в Дом Божий не могут себе позволить, а у нас Дом Божий не стоят, потому что все в суете. Это называется вид дикой озабоченности, имитация в умной трудовой деятельности. Когда мы где-то чего-то делаем, мы приди сюда просто посидеть здесь на коленях, постоять, просто постоять, помолиться Богу здесь, в его доме, в его присутствии. Мы думаем, стараемся, чтобы здесь стояла кучка, мы приходили и радовно здесь каждый день. мы в решении семи дней радовались о том, что Господь нас спас. Не потому, что мы заслужили, а потому, что Он нас любит. Потому что Ему далеко не все равно, что у нас на сердце. И когда мы знаем, что Он нас любит, Ему не все равно, нам хочется что-то сделать, чтобы Его планы существовали сами. Я просто хочу, чтобы каждый из нас сегодня вывез из этого будет нарциссов глада или календаря, что-то для себя. Где вы сейчас после вашего покаяния? На каком месте? У вас сейчас бесед, чем год, в нем гипот. Где вы сегодня? Что можно сделать завтра, чтобы в следующий год у вас был водотворный, чтобы в следующий суббот, который будет, мы отвечаем, как постановление вечное, мы будем прийти и сказать все знания. Я приумножу то, что ты дал. А мы давайте встанем на наше здоровье и ноги, слава Богу, помойтесь, можно чем-нибудь внути. А не в рай. Дети, я благодарю тебя за каждого человека, к которому ты привел сегодня в этот дом, Господь. Я говорю тебе, это сердца, которые ты очищаешь, Господь. За то, что ты даешь нам сердцам ногу, Господь. За то, что ты освобождаешь помазание на понимание слова Твоего, Господь, понимание периодов Твоего, Господь, в жизни каждого из нас. Господь, я прошу тебя сейчас просто, если это помазание на каждого, Господь. Пусть и помазание изойдется в сердца каждого человека, который пришел сегодня сюда. Независимо от того, 20 лет он тебя знает, Или познакомимся с тобой вдруг вчера, Господь? Есть люди, которые 20 лет ходят в церковь и не знают Бога. Есть люди, которые вчера пришли, и такое впечатление, что они с Богом жили всю жизнь. Господь, уравняй всех, Господь. Уравняй всех сегодня перед лицом Твоим, Господь. Потому что ты сказал, что последние будут первыми, Господь. И первые будут последними. И, Господь, я просто сейчас спрошу Тебя, покажи каждому, где его место сегодня, и на этом календаре, чтобы мы могли принести Тебе достойный плод. Не только достойный плод покаяния, Господь, но и плод шарфы, который Ты приготовил для нас, Господь. Также просим, чтобы Ты изменил наши сердца и души так, чтобы мы являли Тебя, Господь. Чтобы мы больше и больше являли Христа для людей, чтобы они видели такого Бога, они хотят. Потому что в каждой душе, в каждом сердце есть равная величинасть Тебя, Господь. И никто не может её заполнить, кроме Тебя, Господь. Я говорю, выставляю сейчас действия каждого в сторону сеяния, в сторону жатвы, в сторону покаяния или раскаяния, Господь, в сторону исповеди в Своей греха, Господь, в сторону очищения. Потому что мы прошли Ёмки-Пур. Мы прошли, и мы живы, Господь, благодаря Твоей смерти, Господь. Ты даровал нам этой смертью жизнь вечную. Я сейчас просто провозглашаю в жизни каждого человека сверхъестественное помазание, насеяние Слова Твоего, Господь. Насеяние Твоей программы спасения, Господь. Насеяние, Господь, того, что Ты подразумеваешь под Словом Израиль. Потому что, Господь, Ты сказал, что этот народ и потомки Авраама будут жить вечно, будут как песок земной или как звёзды небесные. И мы сегодня здесь все дети Авраамы, Господь. Кто-то поверит, кто-то посоветует Твоему, Господь. Но мы все дети Авраамы. Мы принимаем это благословение, же вечную жизнь, но не хотим починить Аллаху, Господь. Господь, просто исправь наше пути. Покажи нам истину Твою, Господь. Яви это в Откровениях, во снах, через молитву, через чтение Слова, через проповеди, Господь. Но яви то, что Ты хочешь показать каждому из нас. Господь, избавьтесь от всяких лукавых и беспорядочных людей в нашей жизни. Господь, пусть имя Иисуса Христа, Господь, будет идти с нами всегда, потому что нет другого имени ни у нас, ни у кого бы то ни было другого, которым могли бы кто-нибудь спастись. Я сейчас благодарю Тебя, Господь. Ты мне всех здесь присутствующих в согласии. Потому что Ты даёшь нам эту возможность и привилегию, Господь, быть в Твоём доме, радоваться с Тобой в Твоем душе, ходить в Твой покой, Господь, и служить Твой друг в лицо. Пусть наши жертвы, пусть наши плоды, Господь, будут в глазах Твоих простойными во всякое время, независимо от того, праздник это или запишет. Пусть это будет достойным плодом в глазах Твоих, Господь, потому что только Твоя, правда, имеет значение. Только Твоя благодарность имеет значение. Только Твоя благодать может вести нас во всех наших влияниях. Господь, мы не ищем своего. Господь, мы хотим меньше в Тебя, меньше в себя и больше в Тебя, Господь. Как в жизни каждого из нас, между нашим детей и наших близких. Я же благословительный, я не смог сегодня приехать на это собрание по разным причинам. Господь, Ты исцеляешь их души, исправляешь их пути. И мы знаем, что Ты, Господь, начал это делать в каждом из нас, и Ты закончишь. Мы верим в это, Святое, Господь. Просто дай нам слышать Тебя, видеть Тебя в нашей жизни, чтобы мы могли от достоинства прославлять в каждом своем безе и в каждом своем слове Твое великое и святое имя до краев земли, во имя Иисуса Христа. Амин. Оба-мин. 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 Оба-мин.